Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с биографией актеров, актрис, рассматривать их фотографии. Мэтт Белами, звезда анимого кино 1920-х годов, я цитирую Википедию. Настоящее имя Маргарет Дерден Филпот. Родилась в Техасе 30 июня 1899 года. В 17 лет переехала в Нью-Йорк, где работала танцовщицей в Бродвейских театрах. Дебютировала в анимум кино в 1920 году и быстро стала знаменитой актрисой. Самые известные фильмы с ее участием. «Любовь никогда не умирает» – 1621 год, «Железный коль» – 1624. С приходом в кино «Звука» Мэтт Белами потеряла былую популярность, так как оказалось, что у нее очень писклявый детский голос. Однако в 1632 году она сыграла главную женскую роль в фильме ужасов «Белый зомби», который пользовался большой популярностью. За свой вклад в развитие киноиндустрии Мэтт Белами получила звезду на «Аллее славы» в Голливуде. В 1743 году ее имя попало на первую полосу американских газет, но не в связи с успехами в кино. Полиция ее арестовала после того, как она три раза выстрелила из пистолета своего возлюбленного миллионера Стэнфорда Мэрфи, который объявил ей, что собирает жениться на другой. Мэрфи остался жив. Прибывшим полицейским Мэтт Белами объяснила, что хотела только напугать его. Выстрелы были случайны. В тюрьме Мэтт Белами провела всего пять дней, после чего ее упустили под залог. Однако после такого скандала дорога в кино была закрыта. С большим трудом ей удалось один раз сняться в небольшой роли в фильме «Северо-западная тропа». 1945 год. Мэтт Белами осталась жить в Калифорнии. Устроилась работать продавщицей в магазине. В свободное от работы время она пыталась писать романы, но издательства их не публиковали. Тогда она стала писать мемуары, но и их никто не хотел публиковать. Десятилетиями она жила в бедности, с трудом сводя концы с концами. Когда в 1680-е годы в Калифорнии случился бум недвижимости, она продала свой дом и получила так много денег, сколько ей не платили даже в дни ее славы. Умерла в январе 1990 года от сердечного полиискупа. В возрасте 90 лет. А книга ее мемуаров вышла через несколько месяцев после ее смерти. Вот так вкратце из переводной википедии о американской актрисе, звезде немого кино, 1920-х, Мэтт Белами. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok